В городе Киеве есть места, где я как водитель с многолетним стажем тоже считаю, что разметка, например, не соответствует ситуации. Где можно подумать о том, чтобы подумать о ее изменении. Пожалуйста. У меня вопрос как у водителя. Что выписывает полиция, кроме постановления? Какая процедура, может вы рассказать эти секреты, максимально, если я уверен, что были какие-то причины, что нарушил, и незаконно это выписано, то как это обжаловать максимально быстро? Ну, как бы по процедуре. То есть, скажем так, чтобы не затягивать время, я скажу одно, что там, наверное, водители знают опытные, что после принятия изменений в законодательство КУПАП в ноябре прошлого года, при вынесении постановлений по сфере безопасности дорожного движения была упразднена такая стадия, как обстановление протокола. Когда-то раньше сотрудник госинспекции выписал протокол, потом выносил постановление, сейчас эту процедуру упростили. Ну, я имею в виду безопасность дорожного движения. По обжалованию. Значит, водитель, как бы полицейский, не бог. То есть, плана, поверьте, штрафом и постановлением нет. И, как бы, если полицейский не прав, то никто там честь мундира защищать не будет. Мы отменим это постановление. У водителя есть два способа обжаловать. Первый, опять-таки, по срокам у него есть на обжаловании 10 дней. На протяжении 10 дней с момента вручения ему копии постановления. Причем, если водитель на месте отказался получать постановление, это его право, оно ему придет почтой, и этот срок будет у него счисляться с момента получения им письма. Пути обжалования два. Первый, это вышестоящий орган. Если мы говорим о городе Киеве, это управление патрульной полиции города Киева. Совет, да, потому что очень часто я, в частности, поступаю по нашему управлению, курирую вопросы, связанные с рассмотрением жалоб водителей. Совет для водителей, как бы, таков. Жалобу нужно излагать менее эмоционально и более ссылаясь на правила дорожного движения. Потому что зачастую некоторые водители ошибочно полагают, что если он в своей жалобе выскажет факт, доведет до моего ведома, факт своего несогласия с постановлением, да, это автоматически приведет к его отмене. Нет. То есть, если водитель прав, если полицейский ошибся, то водитель, конечно, должен до его интереса, да, сослаться на соответствующие пункты правила дорожного движения, это описать. И второй способ. Способ судеб. Ну, суд у нас, естественно, контролирует работу полиции. У нас есть, я этого не собираюсь скрывать, есть постановление, которое мы отменяем сами, наших полицейских. Есть у нас постановление, отмененное судом. Вот это нормально. То есть, когда мне задают вопрос, вот у вас там суд, он отменял постановлений. Во всем мире суды отменяют постановления полиции. Другое дело думать о том, чтобы полиция качественно работала, да, делала свою, чтобы меньше постановлений отменяли. Но сам по себе факт отмены постановления, если человек выиграл суд против полиции, он приносит нам решение суда, естественно, что этот штраф всех баз удаляется. То есть способа два. Либо в управлении патрульной полиции, соответствующего города, и другого города. Либо в судебном порядке. Человек может одновременно использовать обе процедуры. Человек может сначала обжаловать в управлении патрульной полиции, потом обжаловать в суд. Человек может сразу обжаловать в суд. То есть это его выбор. А у тебя случаи такие, молодой человек описывал на проспекте, победу что-то отменяли из-за того, что не было знака? Да, этот случай был на прошлой неделе. Ко мне обратился человек в изгуте. И прислал фотографии того, что там нету, если я не шучу, да, там нету разметки. Там еще не было, на то, что уже сделали, там еще не было разметки, не висел знак. А я буквально в тот же день утром там ехал, я сам на это обратил внимание, и человек прислал просто почтой. То есть приходить не надо, жалобу можно прислать почтой. Даже электронной, но желательно, конечно, почтой бумажной, обычной, чтобы, ну, желая почтой был человек. И все. Ну, то есть такой случай был. Наши там были действительно неправы, они не учли тот факт, что не было еще знака. То есть даже на электронную почту можно в течение 10 дней написать? Да, но желательно все-таки эту жалобу подавать в писемном, в традиционном бумажном виде, в традиционном бумажном виде, потому что чисто с точки зрения процессуальной, походы в суправдминистративное правонарушение, желательно, чтобы эта жалоба содержала в себе живую, да, мокрую, так называемую, да, живую подпись человека. Спасибо. Можно вопрос? Сейчас. Давай. Подскажите, пожалуйста, может ли полиция защитить интересы водителя в случае, если он повредил транспортное средство, ну, из-за некачественного дорожного полотна? Вопрос интересный. Значит, у нас в кодеке сумка административное правонарушение предусмотрена ответственность по 124 статье, это ДТП. Да. Вот. Кроме того, у нас есть статья 140, это статья, которая предусматривает ответственность для дорожников, для дорожных организаций за некачественно ненадлежащее содержание дорожного полотна. Поэтому, вот, такие случаи бывают чаще всего зимой, когда есть гололед, да, либо весной, когда ямковость на дорогах, когда после снега, вот. Теоретически тут, скажем так, если водитель едет и попадает в яму, да, и себе сносит шаровую опору или колесо, то есть, ну, было бы несправедливо сказать, что водитель в этом виноват, да, потому что это не было наездом на препятствие. У нас есть понятие, один из видов ДТП наезд на препятствие, это не наезд. А если скрытое повреждение, вот я не знаю на этот момент, снес ли я себе что-то или нет. И потом вы его выявили? Да, вот на СТО. Ну, скажем так, человек имеет право вызвать полицию или обратиться с заявлением о том, что имело место ДТП, в любой момент, то есть, не обязательно сразу. Бывают случаи, когда к нам человек приходит, пишет заявление или говорит о том, вот у меня было ДТП, вот автомобиль, главное задокументированное повреждение. Конечно же, если это сделано не сразу, а потом, то очень сложно, это очень усложняет процедуру, потому что по процедуре, в случае, если повреждение действительно случилось именно из-за состояния дороги, то необходимо составить акт осмотра, да, акт осмотра, да, акт осмотра уличнодорожной, уличнодорожной, уличнодорожной сети, и уже, соответственно, потом вызывать, установить баланс содержателя дороги, то есть райавтодор, шеу, вызывать его, вставлять на него протокол и отправлять его в суд. Вот, поэтому это, не буду скрывать, процедура сложная, очень, ну, так пока что, да, а представитель не приезжает, да, это процедура сложная, но, тем не менее, человек может это сделать, и дело в том, что все равно у человека рано или поздно встанет вопрос возмещения причиненного ему ущерба гражданского. Даже если протокол по 140-й статье на представителя дорожной организации не будет составлен, а такое часто бывает в силу описанных причин, все равно факт обращения в полицию, факт подачи заявления, его регистрации, все равно полиция подготовит определенный вывод по этой ситуации, да, все равно для человека это будет доказательством для уже возмещения в порядке гражданского процесса причиненного ущерба, да, поэтому такие случаи бывают. Но не всегда, еще, как бы, что хотел подчеркнуть, не всегда водители, ну, не всегда, когда такие случаи происходят, это действительно происходит из-за ненадлежащего состояния дорожной сети. Почему? Потому что, например, если на дороге валяется кирпич, и водитель, или блок, и водитель на него наезжает, это чистейшая ДТП, это наезд на препятствие. То есть тут чистейшая вина водителя, и тут, как бы, говорить о том, что есть вина дорожной организации в том, что они не убрали с дороги, с полотна этого препятствия, нету, потому что водитель, значит, должен был избрать, так прописано правило дорожного движения, безопасность, скорость, интервал движения. Но там, где мы говорим о ямах, о каких-то вот таких ситуациях, то, конечно. Все, благодарю. Был вопрос еще. Вы сказали, что сейчас мы составляем постановление по факту нарушения, то есть упрощена система без протокола. Но в административном кодексе есть пунктик о том, что как бы человек может требовать рассмотрения дела, например, по месту проживания, или там хочет рассмотрения данного дела, например, в присутствии своего там юриста, адвоката и так дальше. Поэтому он как бы может ходатайствовать о переносе этого дела, там, по месту жительства, или там в присутствии адвоката и так дальше. То есть он же имеет это право по одним продукциям. Какова тогда в данной ситуации процедура всего? Водитель что-то якобы нарушил, его остановили. И вот водитель не согласен и хочет перенести рассмотрение дела по месту жительства или для присутствия юриста своего, например. И может ли он при этом требовать составления протокола, как тоже в ХАПе есть такая опция? Составления протокола он требовать не может по следующей причине. Согласно 258 статье КУАПа предусмотрено, что дела про административные правонарушения, которые рассматриваются национальной полицией, то есть по которым выносят постановление полицейский, в сфере безопасности дорожного движения, в частности, рассматриваются без составления протокола. Следующий абзац этой статьи. Если лицо оспорит допущенное правонарушение, то полицейский обязан составить протокол и потом уже проводить рассмотрение дела. То есть если лицо не признает свою вину водитель, а оспаривает допущенное нарушение, он имеет право, то есть составляется протокол. Далее, цитирую норму части 4 и 5 статьи 258 КУАПа. Запятая. Крим правопорушен в сфере забеспечения дорожной руке. Забеспечения безпеки дорожной руке. То есть системный анализ, не все водители об этом знают, даже судьи не все об этом знают. То есть системный анализ данной нормы говорит о том, что в сфере безопасности дорожного движения, несмотря на признание и непризнание водителем своей вины, протокол не составляется. Так гласит КУАП. Теперь по вопросу ходатайства. Есть у водителя это право, то есть, безусловно, он имеет право, во-первых, ходатайствовать о переносе рассмотрения дела. Например, в админпрактику, да? И он имеет право ходатайствовать, в частности, о переносе рассмотрения дела для обеспечения своей правовой помощи. То есть правовой помощи адвоката, либо специалиста в области права. Это предусмотрено КУАПом. Но некоторые водители ошибочно трактуют подобное своего ходатайства как единственное обязательное для удовлетворения. То есть некоторые водители почему-то считают, что если он заявил определенное ходатайство, полицейский в любом случае всегда обязан удовлетворить. Нет. Ходатайство на то и ходатайство, и мы как юристы это знаем, что оно может быть рассмотрено, как удовлетворено, так и отклонено. Поэтому полицейский имеет полное право, согласно 252 статьи КУАП, отклонить заявленное ходатайство. Другое дело, конечно, на каких причинах. То есть понятно, полицейский не может его отклонить просто так, потому что ему так захотелось. Для этого должны быть какие-то веские материальные причины. Поэтому, да, человек может заявлять такого ходатайства. У нас, в частности, полицейские иногда их удовлетворяют, иногда отклоняют. Если человек, например, потом обжалует, да, вынесенный штраф нам на основании того, что не было удовлетворено его ходатайство о переносе, в частности, да, рассмотрении дела, или о привлечении правой помощи, ну, разбираемся в каждом случае индивидуально. То есть бывает раз в ситуации. Право такого водителя, безусловно, есть. Он имеет право об этом ходатайстве. Ну, и какова процедура тогда всего оформления в случае, если водитель... Если ходатайство было удовлетворено, то, как правило, процедура следующая. Полицейский на месте выписывает водителю приглашение, да, то есть определяется время рассмотрения дела. Например, в админпрактике, да, то есть через день, через два, это по взаимному согласованию между водителем и полицейским. То есть, ну, перенести рассмотрение дела просто так на никогда невозможно, да, должно быть определено четко даты и время. Водитель сам, либо у нас бывали такие случаи, либо со своим адвокатом приезжает в управление города Киева или любого другого города, и там происходит рассмотрение дела. А ходатайство обычно устно или письменно на месте? Ну, водитель может и устно заявить. А если устно заявляют, это как-то вносится в постановление? В постановлении не предусмотрено графы для записи о соответствующем ходатайстве. Водитель, ну, скажем так, водитель, если его заявляют письменно, полицейский обязан это ходатайство долучить, да, приобщить к материалам постановления. Если водитель заявляет его устно, то, во-первых, мы не забываем о том, что ведется видеофиксация. То есть, если, например, водитель заявит устное ходатайство о переносе, а полицейский потом скажет, что да, ничего он мне не заявлял, врет водитель, да, придумывает. Ну, мы поднимаем видеозапись, на которой видно общение. Заявлял водитель такое ходатайство или нет? Потому что иногда бывало случаи обжалования, когда водитель говорит, что заявлял, а на самом деле не заявлял. Такие случаи тоже бывало. Бывало. А сколько хранится видеозапись? Значит, я скажу только за управление города Киева, да, потому что других. Ну, в принципе, по нашим техническим процедурам видеозапись с бодикэмом, с нагрудных камер полицейских хранится 30 дней. Но, в случае, например, бывает случай, обращается адвокат, да, или обращается активист, какой-то резонансный случай. Или он, человек, обращается с заявлением, я буду обжаловать ваше постановление, мне понадобится ваше видео. Если есть обращение человека, мы имеем, мы не то, что имеем право, мы это и делаем. Мы такое видео сохраняем на отдельный сервер, сервер, уже бессрочно, то есть до момента востребования. То есть человек может обратиться с заявлением о том, что я прошу сохранить видео, потому что я там, например, буду обжаловать постановление, или там оно мне для чего-то понадобится. Тем более, такие видео, они очень часто являются доказательствами не в обменке в уголовных делах. То есть там обращается судник, нам обращаются следователи. Это по тем случаям, когда полицейский задерживал, например, лицо уже в рамках уголовного процесса. А вот есть такие случаи, я лично видел, когда полицейский выходит из патрульного автомобиля и включает бодикэм. То есть, ну вот, вышел, включил. Если, например, полицейский забыл, или человек как-то там видит, что не горит красный индикатор. Могу ли я, как водитель, как гражданин, попросить полицейского включить его, если он не включен, я вижу. Или как бы уточнить, ведется ли наша фиксация, то есть как-то это проверить. Ну вот, например, я как водитель, меня остановили там вечером-ночью. Я хочу обеспечить свою безопасность и прошу полицмена, то есть хочу удостовериться в том, что действительно ведется фиксация нашей беседы. Чтобы потом действительно можно было это как бы восстановить на вышестоящем уровне. Это как-то регламентировать? Дело в том, что у нас есть такое распоряжение, что включаем видеозапись каждый раз, когда контактируем с гражданином. А якщо сила батарейка? Такое, к сожалению, тоже бывает. Тем более, видеокамеры уже год как работают, стали сажаться, а материальная база, вы знаете, какая. Как работают в любом государственном учреждении. Чи можно не спілкуватися с полицейским, пока новый патруль не привезет запасную батарейку? А чему? Я же, как гражданин, хочу, відповідно... Ви имеете право снімати полицейскую на своему власному... А я не хочу снімати, я хочу, чтобы он меня снимал. И он обязан меня снімать по внутренним распорядкам. Чому? Вин зобовязаний за наявності технічної можливості знімати процес своего спілкування з вами. За наявності технічної можливості. Але якщо немає такої можливості, то він створює цим, відповідно, і собі, і громадянам якусь небезпеку, бо його можуть вдарити, і не буде доказів. Якщо я викликаю іншу машину, щоб йому привезли батарейку, чи йому завжди будуть привозити? Ні, тому що інша машина – це не служба по доставкам батареїв. Такі випадки бувають дуже рідко, насправді. Це швидший форс-мажор, так? Ну, я Двичі викликав, просто. Автомобіль регистратор у них работает? У нас немає автомобільних регистраторів. Ещё раз? В машинних патрульних немає автомобільних. Ну, по Горду Києву, в частности. Хорошо, а як тоді рішаються спорно, допустим, ситуація, коли один автомобіль проїжджає на мигаючий зелений, вже над ним загорається жовтий, допустим, патрульний, з чистой совістью він може з той сторони світофору, або сзади ехати, встановити, сказати, «О, ви на запрещаючий». А я ехал на мигаючий зелений. И, как бы, ну, мигаючий зелений – це ні. Такі случаи. Такі скорі возникають. У нас в кодексе про днестатчині правонарушення предусмотрена статья «Докази». І, в частности, доказателствам є будь які фактичні данні. Будьте. Це може бути і рапорт рядом сидячого патрульного, що він видів таке правонарушення, чи свидетеля якого-либо. Це не обязательно. Водітель дуже часто, не все, але дуже часто, «Покажіть моє нарушення». Не знаю, откуда сложилось такое понимание, що все должно быть только в видео, задокументировано. В Минкодексе тоже це є, якщо я не зшиваюся, така строчечка, а фото-видеофіксация нарушений. Ну, це не є обязательним фото-видеофіксациям. А інакше як то ми можем дискутировати? Це дозволно бути обязателним? Моє суб'єктивне мнення, як частного гражданина, в каждій машині, як ви знаєте, у патрульних снимається непрерывна сьємка, і він снимає, у нього вже нічого спорю. Ні не такої технічної можливості все время снимати нагрудной камерой. Я не про нагрудной, я говорю про тот же камеру, у регистратору машині. К сожалению, у нас, наверное, нет возможностей сейчас материальних, щоб в каждой патрульній машині їх установити. Я тут все допомню. Нам це було тож дуже дуже хорошим подспорьем. В таких спорних ситуаціях. Такість ж штрукам, є мільйон цих камер, які ще від ГАИ осталось. Ви знаєте, я свій видеорегистратор ставила для спорних моментів. В итоге він у мене в машині і поломался, десять раз упав. І я думала, що якщо устанавливати тут централізовано, як і з нашими нагрудними камерами, дуже важливий питання. Взникла питання про сертифікацію. Я допомню. Проблема, дуже коротко. Ви прави. Тобто, скажімо так, дійсно, по 251-й статті КУАП не тільки відео является доказателем. Тобто, можуть бути свидетелі, які виділи правонарушення, це точно такожі доказателем. Дійсно. 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 даже сам водитель может добросовестно считать, что он не нарушил, не заметить, не обратить внимания, а он нарушил. В данном случае пересмотр и предъявление ему соответствующей видеозаписи просто бы отменило, точнее не отменило, а отбросило значительную часть обжалования. Потому что когда есть бесспорная улика, бесспорное доказательство, то как бы против камеры не поспоришь, то было бы меньше обжалований. Хотя, конечно, есть определенная категория водителей, которые даже с наличием видео будут рассказывать, что на видео что-то не так, что видео не сертифицировано, искать любые отговорки, чтобы избежать ответственности. Но это уже, наверное, маленький процент. Мы сейчас по некоторым городам, в некоторых городах, где работает патрульная полиция, эти видеорегистраторы уже установлены. В городе Киеве этот вопрос как бы находится в стадии решения. То есть я думаю, что в скором времени этот вопрос будет решен. То есть рано или поздно эти видеорегистраторы будут. То есть я не спорю с тем, что они нужны. Я не спорю с тем, что они помогут. Плюс у видеорегистратора есть еще одна важная функция. Кроме там споров докажи-не докажи, нарушил-не нарушил, видеорегистратор, он был бы очень хорошим подспорьем вот в, например, при оформлении, не при оформлении, точнее, при документировании ДТП. Случилось ДТП, которое могло быть зафиксировано, поскольку патрульные машины постоянно ездят по городу, оно может... Какие-то другие там, да, события, ситуации на улице, они же тоже могут на этот видеорегистратор быть записаны. Поэтому тут как бы спора нет, они нужны. Вопрос в их отсутствии, наверное, упирался в то, что сказала Вита, какие-то там финансовые, да, технические причины. Но этот вопрос будет решен. Будет решен. Друзья, секунду, я прошу прощения. Пока у нас дискуссия не перетекла на мой русско, да, у нас есть интернет-аудитория, и есть вопрос от нее, который перекликается с текущим нашим обсуждением. Вопрос звучит следующим образом. Может ли водитель ознакомиться с записью на грудной камере? Может ли он потребовать или попросить ее как бы вот себе? На память? Я не знаю. Может быть, он дальше захочет приобщить ее к делу. Может быть, он захочет быть уверенным, что она точно не потеряется где-то в архивах. Ну, с любой целью. Понятно. Она не потеряется, потому что полицейский не может технически ее с бодикэма удалить. Не может. Посмотреть он. Просмотреть. Просмотреть он может, но не всю. То есть, не весь, как бы, ну, скажем так, вот есть смена, да, у полицейского. Просмотреть он может, на камере с обратной стороны есть маленький экран, куда при введении соответствующего пароля можно просмотреть, там, часть, ну, скажем, за всю смену он там не просмотрит. Камера есть, да, камера, у нее есть запас определенный, да, память. Теперь по водителю. Водитель, скажем так, попросить себе скопировать запись на лист он не может, потому что для этого даже нет технической возможности. Ну, боится он коррупции, я не знаю, что он боится. Не хочешь, что он боится. Запись, я гарантирую, что запись не удалится, что запись после смены полицейского будет перелита на наш сервер. Если водитель считает, не там, недоволен действием полицейского, считает, что была какая-то коррупционная ситуация, считает, что полицейский неправодерный, привлек к ответственности, он пишет на полицейского жалобу. У нас работает служба мониторинга, в частности по городу Киеву тоже я этими вопросами занимаюсь, которая при рассмотрении жалоба на полицейского обязательно, во-первых, берет прояснение самого полицейского, во-вторых, обязательно исследует эту видеозапись. И на ней все видно. Честно скажу, бывают случаи, когда жалоба обоснована, когда полицейский был неправ, был там некорректен, такие случаи тоже бывают, мы их за это наказываем. Бывают случаи, когда жалоба, скажем, то, что написано в жалобе, то, что есть на видео, мягко говоря, для большей разницы. Поэтому, то есть, как бы, в любом случае, если водитель недоволен полицейским, не только водитель, кстати, это же касается не только водителей, но и любого другого, пешехода, любого другого гражданина, если он обжалует действия полицейского, он может быть уверен в том, что эта запись будет исследована. То есть, не им, но компетентными органами эта запись будет исследована. Плюс, если будет идти судебный процесс против полицейского, не дай бог, какое-то уголовное разборательство и так далее, то в суд, в органы следствия, в прокуратуру, естественно, эта запись тоже будет предоставлена. Но сам гражданин ее получить будет себе? А как на руки? Мобильного офиса как бы у полицейского в Приусе нет. Нет, ну, приехал в управление и попросил. Значит, водитель имеет право либо его адвокат через адвокатский запрос обратиться в получение видео. Скажу честно, далеко не всегда такие запросы удовлетворяются. Почему? Потому что может быть ситуация, когда на видео содержится либо служебная информация, либо оперативная информация, либо персональные данные для их лиц. Если на видео этого нет, но водитель имеет право обратиться и на свой носитель если речь идет конкретно о нем на видео задокументированной его ситуацией он там фигурирует обратиться за это видео но не к полицейскому а обратиться в управление. Но опять-таки подчеркну, кроме тех случаев когда на видео может быть тайна следствия служебная информация оперативная информация такие ситуации тоже есть в таких случаях мы отказываем в выдаче этого видео. Еще бывают случаи хотела сказать уже стали пользоваться некоторые граждане особо продвинутые допустим не пускают на прием в суд к главесту суда к председателю они хотят зафиксировать этот факт вызывают патруль мы приезжаем у нас работает камера соответственно мы после каждого вызова пишем отчет рапорт и потом технически в принципе можно через суд имея зафиксированный рапорт нужно зарегистрировать в райотделе чтобы там-то были видели такого гражданина описать ситуацию и в принципе потом люди используют этот видеодоказатель что такие да не пустили на прием а обязаны были принять и дальше и даже человек в принципе может вот в таком случае там заявить судья ходатайства например о допросе полицейского свидетеля то есть я имею в виду не при обжаловании действий полиции а вот в ситуации когда человек вызывает полицию для определенной ситуации потому что очень часто бывают вот жилищные конфликты да квартирные конфликты там не поделили квартиру гражданский спор кто-то кого-то не пускает да полномочия полиции здесь ограничены потому что это компетенция судебных органов да это гражданский спор но тем не менее полиция поддерживает правопорядок то есть задача полицейского это не допустить мордобоя не допустить нарушение общественного порядка перенять у человека заявление и в данном пути вызов полиции да и там тот рапорт или то заявление которое полицейский примет у человека и рапорт который он напишет и видео с его бодикэм это будет для человека он потом это сможет использовать как доказательство часто люди немножко путают и вызывают полицейского для того чтобы зафиксировать факт то есть даже кто приходит в жалоб вот мы вызвали полицию а полиция отказалась фиксировать факт. Приходится объяснять, что полицейский это не нотариус факт. Сам факт вызова полиции принятия заявления, это уже для человека будет доказательством. Если человек обратится к нам в заявление, прошу подтвердить тот факт, что я вызывал полицию, мы, естественно, ему соответствующий ответ, справку ему выдадим. И это будет его доказательство в суде. В течение его срока хранения его записи. Ну, желательно поторопиться. Ну, это в интересах человека, да. Потому что бывают случаи, когда приходит запрос через год, но понятно, что через полгода видео уже просто нет. Ну, конечно. Спасибо. Интересно. Был вопрос еще сейчас. Я, конечно, не водитель, я простой смертный студент, и мне просто любопытно, конечно, вопросы другие, чем водителей, именно инспектору вопрос. Какая у вас личная мотивация каждый день вставать рано на работу, смотреть в глаза этим нарушителям, этим людям, которые нарушают общественный порядок. Какая у вас мотивация? Вот этот вопрос мы недавно с Дмитрием мы обсуждали буквально неделю назад, что мотивация сейчас главная, основная, это, во-первых, когда ты кому-то реально помог, и тебе говорят спасибо, это мотивирует. Ну, не скажу, что главная мотивация – это денежная, хотя она тоже имеет значение, и остается только, как бы, мечтать о возрастании такой мотивации. Но больше всего, когда ты принес какую-то пользу, когда есть от твоей работы результат, когда видишь отдачу от общества. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...